Мы посмотрели партию Каспаров-Крамник. Это была первая победа Крамника. Это было задолго до их матча. А вот сейчас мы рассмотрим партию, которая уже была в соревнованиях двух матчей. По-моему, там был 2006-2004 год. Кстати, это был единственный первый матч, когда претендент, то есть тот человек, который бросает перчатку в чемпионы мира, не завоевал этого права. Потому что система стройности существует таким образом, что есть чемпионы мира, а потом проводится турнир претендентов или матч претендентов. Человек выигрывает этот турнир и получает право встретиться с чемпионом. А здесь такого не было. Дело в том, что после того, как Каспаров за матчу Ананда, ну, вы можете смотреть партию такую красивую из этого матча, пять лет не было вообще матча на пеносе мира. Потому что один раз должен был играть, я тоже могу об этом рассказывать, должен был играть Широв. А он настолько отставал от Каспарова в счете, что никто не хотел давать деньги на этот матч. И Каспар сам решил, что это уже многовато, что он пять лет не играет в матчи. И тогда он просто сам назвал им Кравлик, потому что по свободности успехов, Кравлик начало века, это 2000 год, был и по рейтингу, и по количеству побед, был явным претендентом. Причем на этот матч уже денег давали, потому что результат был такой высказыванный, тем более, что он, сами помните, что Кравлик просто его однажды красиво обыграл. И вот этот матч состоялся в 2000 году в Лондоне. Каспаров, Кравлик выиграл всего две партии, но не проиграл ни одной, ни стала чемпионом мира. И вот эта партия как раз одна из двух выиграл. Она была уже во второй партии, второй партии матча, и, конечно, стало ясно, что у Кравлика хороший шанс стать чемпионом мира, но, в конце концов, он доказал. Итак, Д4, белый играет Кравлик, черный Каспаров, Конь Ф6, С4, С4, Ж6, Конь С3, Д5. То есть мы с вами на прошлом занятии как раз смотрели. Как называется, Д6? Ферзио-Габид? Нет, не Ферзио-Габид. Старо-Габид. Старо-Габид. И даже не Старо-Габид. Пацаны говорили, что Старо-Габид возникает 10-пешки кипит на Д6. А ферзио-Габид, когда, черный, 13-пешки кипит на Д6. А здесь они сыграли конь Ф6. Сейчас Старо-Габид, где-то, до С4-пешки кипит на Д6-пешки кипит на Д6-пешки. Слон Ж7, Конь Ф3, С5, Слон Е3. Этот вариант мы и смотрели с вами в прошлый раз. Мы говорили о том, что у бедов мощный центр, но черный центр старается атаковать, как пойдет игра. Таро-Габид. Царо-Габид. Что получается? Черный центр старается ферзио-5 и ферзио-2. Все вытол restore. Ферзио-5, ферзио-2. В чем смысл ферзио-5? В чем смысл ферзио-5? Затя-7-9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. А вот так, как уход можно сделать, ну, а маленький злойший ход. А вот сюда, тогда здесь такой ход можно просто с темпом. Более замыкать, а потом занять линь, а потом еще с темпом. Сейчас мы увидим, что они сами пошли на ФРТ-5, здесь собирались номер 4, черные. И у них пошло Каспаро Крамник собрал Ладья Ба-1, веришь, он был. Но когда открыто линия, всегда будут назоветься Юнадьёй. А на два предложения просто Ладья Ба-1 это дело не ставлю. Ну, что-то даже не поступить. Хотя Ба-1, черные, они стали получать пешку. По теории, пешка будет не очень хороша. Они сыграли А6. А6. И вот здесь, где-то сыграл Побильный Ладьёй Набисин, но до сих пор это считалось, это считалось нечего опасным. Там нет, это как бы Крамник, какая фарция. Почему опасно, потому что здесь центр весит, а черные, когда-то, если бы, наверное, перезвоить пешкой. Поэтому, конечно, он едва, а вот так, чтобы допустить извоение пешек, да это решение. Ну, Крамник применил до новинку, и получил перевес. То есть он съел А7, черные забравлены А3, ЖФ, ЖФ, Звойные пешки, не очень приятный для белых, и черные сыграли А6. Вот, в этом, собственно, была идея. Белые выиграли пешку, то есть черные пожертвы пешку, но в А6 двое же здесь пешка, и кроме того, на харино-сандре. Это, по-моему, считалось, что если черные достаточные подвесадства, вот Акарик, дом подготовился, и ставил это под сомнение, эту оценку. И здесь он сделан хор с А4. В этом, собственно, все идеи, что билы сильные говрыли, подделенные тоже возле А7, и поэтому здесь еще-то серьезные пока трудности. Но они закончили развитие 0.0. 0.0.0. 0.0.0. И кто-то полупартирует, задагавая в блокировку. Теперь черные побеги отличные. Но обычные разбеги. Здесь, возможно, часть будет. Поставьте. А не цены. Цены-цены. 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 Размец людей, конечно, нехороший, потому что пешка стоит на D4, и теряется. Цены-цены-цены на D4. Так, в блокировку. Размец людей, конечно, нехороший, потому что пешка стоит на D4. Цены-цены на D4. Цены-цены на D4. Цены-цены на Д4. Цены-цены на Д4. Цены-цены на Д4. Белые, которые были на D4, оказывается, они отдают эту пешку, потому что... А? Нет, так... Чёрный сразу поиграл словом на D4. Чёрный сразу поиграл словом на D4. Можно было, конечно, отыграть пешку, просто сначала в игре применять. Но там получался Эншкин, который, наверное, немного пользовался вверх, правда, Чёрный, наверное, не прошел. Они смогли обещать, но тебя не было. Но он тогда, как всегда, нападает на фигуру, так что фигуру не выигрывались. Просто происходили размины, Чёрный отыграли пешку. Вот здесь, собственно, вот ход, который определяет преимущество. Здесь собрали беда с 1,5, потому что ты видишь, что беда дает диагональ, а теперь укрепляет слона в центре. Висит Коль на C6. Коль висит на C6. Здесь с Димой пешкой висит. Ну, просто очень пешка будет висеть, но висит, наверное, 4, и теперь, теперь мы хотим просто и побить, и слона свистит. Поэтому Чёрный сыграли с 1,5, с 2 шоков. Чёрные ушли. Ушли. С 1,5 шоков по двое. Ну, и кроме того, с тебя был направлен на фигуру. Вены отцы были фигуру на свои беды. Но неприятно, что на C6 Коль висит. Чёрные должны пянули в натуре играть, и они собрали Коль Д4. Коль Д4. Последовал размен на Д4. Слонный белок, Слон Стрел на Д4. Ещё один, Слон Белок, Стрел на Д4. Вот такая позиция, она на первый взгляд казалась, потому что у белок ничего особенного. Вот, собственно, эти заготовки. Храмник, он, ну, уже эту позицию оценил. Позиция равная, материальная, позиционная. Но Ладьянов ИС-7 всё-таки проликнула с его и не словно на 5. И это определяет перевес белых. Белые взяли на ИС-7. Ладья опять ИС-7. Ладья... Ладья С-7, а чёрный играет Ладья С-7. Ну, понятно дело, потому что это очень ослабленный пункт. Пункт остался, литонит. Белые как бы... Чёрный как рентген, он отличается от С-7, а они отличаются от Ладья С-7. Последовая размер на 7. Слова мета 7. Вот, обычно вообще разнопольные слоны, это называется разнопольная слона, когда у одной стороны злопольные слоны, а у другой стороны чернопольные слоны. Наоборот, это называется окончание с разнопольными слонами. Чаще всего разнопольные слоны в связи с тем, что скоро будет ничья. Но это не тот случай. У слона Д-5 очень сильный. Связывают там пункты С-7, в которых неприятности могут возникнуть. И здесь белый, как и салат, на него нажали на белый, на белый поэм. Они салат в С-4. Чёрные на защиту тянули Фердя, Фердя-8. Фердя-8. Белые лучшие положения Фердя, Фердя-8. 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 Ну, они же хотят в центре, где они диагоняют хорошую. Можно и диагонация на поле защищена. Фердя-8. 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 Ну, они бы сыграли опять. Не опасно. Фердя-8. Ну, здесь и полиция, и так отфальсировали, здесь могут быть различными, но, охранникам показалось, что в средстве не стоит лучше. Сейчас будет понятно, почему. Чёрные на защиту тянули Фердя-8. Напали на Фердя-4. И белые сыграли Фердя-3. Вот, потому что подбором, белый цынок Фердя-8. Почему он сюда привёл? С этого корня, мы туда попасть ему. Следующий Фердя-8. И грозит. При случае, уже неприятный вид. А? И сейчас пока здесь стоял. Сейчас же почёвок. Да, но я на такой носитель. Вот. Вот. Они укрепили. Слоны Фердя очень крепятся друг другу поддерживать. И играли на 4-5. А эти слова вообще в самом центре доски. Его никак начали прогнать. И, конечно, некоторые девесы в Бернской сохранились. Чёрные сыграли Фердя-4. Они тем самым напали на Фердя-4 и двигать её нельзя из-за Фердя-2. Поэтому в Бернской единственный ход, который ты предложил чуть раньше. Е-4 и Е-5. Другого нет такого. Значит, что я снова не под двоем. Поэтому... Поэтому только под двоем. Ну вот опять угроза неприятная. Е-5, Е-6. Е-4, Е-5. Е-5. И... Пешки... Чёрные решили подорвать пешки. И сыграли в Ж-5. 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 То есть, кажется... Чёрный внутрый край есть. А белые сделали очень сильный ход. Нет. Ну, нет. Так... Нет, так будет небольшой. Такой ход... Такой не будет. Чёрные вообще с родовой грудь. Что-то на полноморозе. Немного их нужно собрать. Вот, что я говорю. Ты на двоем кругу за что? Это в 5? Да. Пешки... Нет. Тут просто пешки не съезжают. Но они собрали неожиданность. Защитили эту пешку на Е-5. И пешки в 4 жертвы. Но все эти фигуры потянули в центре. Поэтому всё равно... У чёрных всяких проблем возникают. Поскольку разменная в 4. Фельдмитр в 4. И белые изменялись вины. Вот интересный момент. У белых сейчас... А они всё порно. Всё порно. И всё в порядке. Но сразу в основном в основном в центре не призвучит быть неприятным. Вот Е-5, Е-6. 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 Е-5. Е-6. Е-5. Е-6. Е-1. Е-7. Есть лады, Ну, я же лишний, но разнопорные слоны, как правило, все равно дают шансы на ищу, но кромнику удалось все-таки выбрать. Первый сыграл F5, здесь последовало слоны Си, слоны Е4, ладья Е5, белый защититель слона в центре F3, слон, конечно, очень мощный по ближайшему центре F3, ну, так остался. Чёрный защититель слона в центре F7, но если первая попадет на седьмую, то еще пешка теряется. Я уже сказал, что Ладья ходит на свой местонтакт в прошлом состоянии, поэтому чёрные отступили слон в ладья Е7, ну, белые, минуя пешка, фигура свой, как одно, но А4. Но у чёрных есть хорошие ладья Е7, они сыграли, если ещё ладьи поменяются, тогда будет совсем трудно выиграть, потому что это пешка хоть и дерзкий вперёд, но там слона разнопольная, она далеко не пройдёт. Допустим, если белый брунт, чёрный брунт, ладью в шаг, куда-то в правую коль, слон может пойти не бушить. Пешка не застоплена, при разнопольной слонах её не продлижет. Надо подтягивать короля, надо чёрные подтягивать короля, скорее всего ничья. Поэтому нужно, конечно, сохранить ладьи, и ладья Е6. Бенны угадывают темп, потому что пешка проходная не теряется, потому что напали на слона. Кёрный сыграет с ладьи 5. Сыграет с ладьи 5. Тур-казак в центр. Слона, он белый, не близ на ход. Ладья Бойщи, правильный. Ладья Бойщи. Ладья Бойщи. Ну так, с которым король может у меня жить по-другому. Подтянуться всё равно. Вы нельзя описать, я могу подтянуться, и на такой ход невозможно, потому что я король Бойщи с Ладьи 23, потому что кто-то теряется. Двигать тебе нельзя. Так, что это бестанцная. Правильный сыграл. Так, вполне логично сыграл на левое 4. И чёрный, ладья ДС-7. Король Ж2. Король Ж2. Король стоит на левое 7 по какому? Король Ж2. Король Ж2. Пешка А проходная, но ещё далеко до эрберизации. Чёрный, да, Ш2. Король Ж3. Ну, по первой линии бесполезно. Нужно будет шлуховать всё время. Её нужно будет пешку отдать. Отдаём чёрный выкруг одна. И поэтому белый сыграл король Ж3. Чёрный Л6 со Ш7. Наш 5 сыграл. Пешка. 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 Теперь белые напали на слона. Валеру 5. Король Ж6. И теперь сыграли опять. Но в отличие от той позиции, где мы такой ход смотрели, там ладья уже стояла на А7. Чёрный нападает на С3. Сейчас пока ничего не нападает. Ни одна фигура. А сразу на графику мы не нападёгали. Поэтому здесь спешка неуязвима. Мы говорим о нашей очередшей зелену. Чёрный сделал весь листый ход. Ладья А2. Чтобы его дальше не пускать. Белый дает шар на А6. Вот здесь потом в мосту партии выяснилось, что надо было застепить даже С7. Шансы были ничью. А чёрный сыграл. Сделал проигрывающий ход. И король на А6. Вот король же я сейчас не приведу примерно в ряду. Ну, не важно. Потому что король 6-7 надо было играть. Это где-то и чёрный могли не отжаться. А чёрный сыграли король Е7. И туда вступили. И это просто рано проигрывает. Последовался он Д5. Просто, возможно, Каспарус последовало в ходе. То есть нападение на Ладью. Играет ещё, вроде, ещё и шарфа и кустана. Поэтому здесь, Каспарус здесь дался. Но, кажется, что есть какой-то, какой-то спасающий. По крайней мере, вероятно. Чёрный. Нет, Владимир, ты теряешь всё равно слона. Шарф, я слона теряю. Чёрный сыграл и слона. И висит Владимир, даже куда-то надо вступать. Но это тоже шарф или ладью. Надо вступить ладьёй. Ну так, сколько числа надо учить. Единственное, что это ладья Е2. Могу быть, ничего не знаю. Но если ладья Е2, то дальше выигрывает ладья Е6. Фигура здесь не теряется, как мы видим. Видите, слон защитился. Но я же рад проскакивать, говорит, Ферзей. Ферзей? Нет, этого не было. Я говорю, это просто проскакивает Ферзей. Нам не хватит выиграть Е6, и вы не можете реализоваться. Потому что я считаю, что это поле надо учить из-под 3-4, или покидать, теряется ладья. И ладья Е2, правда, сейчас национальная связка. Чёрный проигрывает. Вот, поэтому, значит, здесь национальной 5, национальной 5, вроде бы, что здесь остаётся? Ладья Е6. Что здесь остаётся? Остаётся заправить ремешку. Ну, надо дать фигуру, но это плохо, значит. Ладья Е5, ладья Е6. Ладья Е6. Это как молодой. Чёрный просто просчитает, то я не знаю. Король Е7. Ладья Е5. Но теперь слон свяжен. Да, и... Нет, дело в том, что слон теряется сейчас, но надо напишет. Проходная образовательная сторона в лагере. Чёрный играет на король Е6. Они таким образом спасают сторона. Но после ладья Е5. Ладья Е5. Чёрный даже без слона. Без слона. Ладья Е5 шаг. Король Е5. И... Король Е4. Чёрный играет король Е5. И А4. Ну и всё. И пешка есть. Ну здесь невероятно просто варианты. Здесь просто сторон нет. Чёрный даже вот. Раной и поздно погибли. Да, это пешку теряется. Но две руководные пешки. Лишние. Одна из них, конечно, могло сердце. Вот поэтому Каспаров, конечно, вариант видел и больно ждёт. Но Зинова просто выглядит это. Такое неожиданное стало. С нападением этой фигуры. А если бы он пошёл король Е7 без король Е7, тогда хорошая борьба была. Так или иначе получилась довольно изящная позиция. В конце такой небольшой трюк был. И Храмник повёл в счёте 1-0. Потом было несколько мячих. Потом на счёту Барфу выиграли. Вот так закончил этот матч. Каспаров потерял хванье. Потом, кстати, много лет он пытался сыграть с Крамой по матчу реванша. Но в условиях этого матча он самый народ был, что он не предусматривал этот матч реванша. Обычно в старые годы, давным-давно, да и сейчас это не и право, да, чемпионеры, которые проигрывают, имеют право на матч реванш. Но потом это право было отменили. Однако до этого матча Каспаров мог вполне договориться о матче реванша заранее, потому что всё-таки он как бы и беззад сделал, но предоставил Храмнику возможность сыграть в матч на первой сфере, не заберя об этом право. И даже если не был матч оговорен, то Храмник, по идее, должен был сделать ответную пенсию, допустим, через год, сказать, что, ну, я матч выиграл, но всё-таки я право на него не получил, и давайте сыграем матч на матч. Но он на это не пошёл. А всякие новые отборы, как Каспаров, как великий шахматист, отборы, ему надо было там отбираться, с ранних ступеней, чего не делал, кстати, Храмник, это было не солидно, он от этого отказался. Матч с Храмником, вот так ему сыграть не удалось, и, в конце концов, он через несколько лет создаётся, что он заканчивал шахматную карьеру, и вообще сказал, что он принадлежит мир. Вот так Каспаров потерял 2 членовика. Хотя, было особенно после этого матча, который он проиграл Храмнику, было особенно несколько турниров, в которых Каспаров выигрывал у Храмника, и опережал его. То есть, он показал, что он всё равно сильнейший. Но вот такое дурацкое условие, что он не мог получить матч на матч, а Храмник ему не дал возле счастья, он почти играет. Он закончил с тем, что, как Каспаров, он может и сейчас быть сильнейший. Но сейчас Каспаров, правда, появился, но уже, прошло уже 15 лет, но только Каспаров имел, вот, сейчас шансы, на мой взгляд, опередиться в любой матч у Каспарова. Если Каспаров сейчас поиграл с Храмником, он бы и сейчас, наверняка, мог бы быть с Храмником, тем более, что Храмник на прошедшие годы замену Сидов, свой рейтинг, свой показатель. А Каспаров играл, ну, серьезные шахматы, классические шахматы, так называемые, с полноценным контролем времени он не играл, но он играл в быстрый шахматный бриз и всегда показывал очень супер результаты. В частности, он сыграл в 99-м году, был матч в Испании, посвященный двадцатипятилетию, составит их марафону Капова и Каспарова в колонном зале. Мы когда говорили несколько раз, что он был самый длинный матч со сведущим шахмом в колонном зале, он, значит, стартовал в 84-м году. И 79-м, соответственно, прошло 25 лет. И тут испанцы продолжали сыграть в матч, у них обоих, и Каспаров просто разгромил Капова со счетом 9-3 они играли в матч, и 12-й партий, но быстрые шахматы, все короче, не короче, так что он все равно был очень серьезный. Ну, карьера, в общем-то, закончилась, потом он перешел в политику, нам тоже с этим другое дело. Он же просьба создал свою шахманную федерацию. Что? Он создал сам шахманную федерацию. Нет, это было раньше, когда он выигрывал, еще когда он выиграл, ну, когда он выиграл на матч у Карпова, в следующем матче он должен был играть совместным местом с Шортом, поэтому мы там об этом не говорили, и он не захотел играть в рамках Финея, и они создали профессиональную ассоциацию шахмата, на ПСЕ. И там он сыграл, выиграл у Шорта матч, а это уже, это уже, тот матч, эта федерация уже прекратилась, это существование. Сейчас ему нужно было только удачу к Фидея, но он проиграл этот матч у Крамникова, уже врагу к Фидея, то есть не в той старости федерации, а в старости федерации Фидея, международной шахмой федерации. Но в этой же системе он хотел машину вступать, но не удалось. Вот он обозренный, недовольный, что так случилось, что не дает вступать, бросил шахматы, что очень много.